Я бы хотел с вами поделиться. Это место записано 12 глава Евангелия Атеана. Сегодня во многих церквах напоминают о том, как Иисус торжественно въехал в Иерусалим за неделю до своего воскресения. Неделя эта была очень сложная у Иисуса, но из Вифании, когда Он вышел, то Он сел на молодого осла. И написано, когда спускался с горы, множество людей окружило Его. И они громко восклицали «Осана! Осана!» и они ложили одежды свои и также ветви они срезали. И все они это делали перед Иисусом. Об этом я хотел прочитать. Значит, 12 глава Евангелия Атеана и также с 12 стиха. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Осана! Благословен, грядущий во имя Господня, царь Израилев!» Иисус же нашел молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, дождь Сиона, этот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали Ему. «Народ, бывший с Ним, прежде свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил Его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Интересное событие. Я думаю, что все евангелисты отметили именно этот въезд в Иерусалим. Это событие, которое все-таки отмечено у четырех евангелистов, оно имеет значение сегодня и для нас. И я бы хотел, чтобы мы представили эту картину. Иисус, находясь в доме у Лазаря, у его сестер, это тот момент был, когда Мария, она вылила этот драгоценный на него елей, который был у нее, и написано, что он больше стоил, чем 300 динариев. Это очень большая драгоценность. И Иуда, он имел как бы возмущение в этом плане, что зачем такая трата? Но Иисус сказал о том, что нищих вы всегда будете иметь, потому что было предложение, не лучше ли продать это и раздать нищим, а это просто вылито было. Иисус подметил и сказал, что она приготовила тело мое к погребению, и она это сделала, и во всех Евангелиях будет говориться о ней, везде, где будет проповедана Евангелие, будет сказано о Марии. Но дальше, вот это событие, о котором мы прочитали, когда он вышел из Вифлеема и направился в Иерусалим, вроде бы ничего особенного, но вдруг что-то стало происходить. Люди узнали, что именно это он вызвал Лазаря из гроба, именно это он воскресил его из мертвых, и множество людей собралось. И как они увидели его, что он сидит на младом осле, вдруг они начали снимать одежды, они стали постелать их, они стали говорить ему о санах, благословенной во имя Господня, царь Израилев. Они стали это делать, пальмовые ветви срезают, и этим самым они демонстрируют, что его вход в Иерусалим, как великого человека, это царь Израилев. Вы знаете, шума было много, множество народа, и казалось, вот этот триумф наступил, этот день такой, торжества, радости. Знаете, сегодня очень много мы можем слышать об этом, и заострять внимание, что действительно это было очень торжественно. В другом месте написано от восклицания громкого, фарисеи стали говорить о том, чтобы они этого не делали. Скажи, они говорят Иисусу, скажи им, чтобы они этого не делали. Иисус сказал, что если они умокнут, камни возопьют. Это говорится о том, что было сильное движение, сильное было движение, множество народа было, и сильное движение. Все внимание было сосредоточено на этом. Но евангелист Иоанн здесь как раз описывает это событие, и в то же самое время он начинает говорить реакцию Иисуса на все это. Были люди, которые пришли на поклонение из Греции, это были елены, и они тоже пришли на праздник Пасхи, пришли на поклонение, и они услышали, что есть такой Иисус, который воскрешает мертвых, и хотели видеть Его. Они сказали об этом Филиппу, и Андрей об этом узнал. И когда Иисусу сказали, елены хотят видеть Тебя, вдруг Иисус, Он не сказал, что пусть присоединятся к множеству людей, которые восхваляют имя Мое. Пусть они будут вместе с нами в этом шествии. Он начинает говорить о прославлении, которое отличалось от всего, что видели люди. И в представлении людей прославлять это значит что-то сделать публично, что-то демонстративно сделать, просто показать это перед другими. Другая сторона вот этого шествия. Некоторые люди, оказавшись в этой толпе, они, возможно, за счет того, что сделал Иисус в доме Лазаря, или когда Он воскресил Его, Его имя стало популярным. И они, находясь во множестве этих людей, их имя тоже, как бы, знаете, за счет кого-то сегодня, за счет какого-то служения, за счет каких-то мероприятий великих, известных, за счет каких-то людей, вдруг кто-то вдруг тоже становится. Один человек говорит, что я взял интервью одного человека для того, чтобы рейтинг поднять мой на Инстаграме, или там, может быть, на Фейсбуке, или где-то в социальных сетях, потому что тот человек известный, а меня не так знают. И я это сделал, чтобы мне тоже как-то засветиться хочется. Знаете, сколько людей, используя имя Иисуса, дары Святого Духа, различные служения, яркие, хотят поднять свое имя. И в этом народе это так оно и было. Даже елены, они хотели увидеть Его и хотели, чтобы люди, которые были приближены к Иисусу, как-то помогли в этом. И казалось, что Иисус, узнав, что елены хотят видеть Его, говорит, наступил час прославиться Сыну Человеческому, как будто он хочет известности во всем мире, но вдруг он стал говорить не об этом. Он стал говорить о том, что прославление мое, оно не связано, как реагирует толпа. Сегодня эти люди провозглашают меня царем. Через несколько дней они будут точно так же, надрывая свои глотки, кричать, распни его. Это то, что происходит в толпе. Когда люди хотят иметь ориентир по тому, как множество реагирует. Вы знаете, Иисус не исходил от этого. Но Он сказал, настал час прославиться Сыну Человеческому. Неужели из-за того, что елены хотели видеть? Нет. Слово Божие говорит, что Он пришел, чтобы взять грехи мира. Не просто за какую-то часть людей умереть, но грех мира, включая иудеев, и еленов. Языческий мир в лице еленов. Но в чем состоит ценность его прославления? Он говорит, что пшеничное зерно, падшее в землю, если не умрет, останется одно, но когда умрет, принесет много плода. Этим самым Он раскрыл принцип своего прихода, своего назначения и принцип жизни, которые поверят в Иисуса Христа. Этот принцип, он всегда связан со смертью. Слава, которая в глазах людей, и слава, которую имел Иисус, она отличается. Для них это слава, это постелать одежды и говорить, благословен во имя Господня, ты есть царь Израиля. Они думали, этим самым прославляют. А Иисус говорит о славе, когда меня увидят. Дальше Он говорит, когда я буду вознесен, то я привлеку всех к себе. Весь мир. Мы читаем об этом, Исаия пишет, и также Петр говорит, что Он телом Своим взял гречи на древо, дабы, избавившись от грехов, мы имели свободу от них, и в ранах Его мы исцелились. Что же это за слава, которую имел Иисус, когда Он входил в Иерусалим, этот город, о котором Он плакал в то же самое время, когда все веселились, все восклицали, говорили о санах, а Он плакал. Что-то происходило другое в Его сердце, потому что этот город, который был определен Богом, как город живого Бога, они не приняли его. И Он говорит, поэтому этот город будет пуст. Но с другой стороны, Он открыл именно положение славы, настоящей. То, что не связано с земным представлением, это слава, которая приходит от Бога. В этой же главе 12 мы читаем, как Бог сказал с неба, что я прославлю тебя. Я прославил и еще прославлю. И люди просто были в недоумении, они говорят, гром с неба. Кто-то говорил, ангел с ним говорил, Иисус говорит, это для вас было, для того, чтобы вы узнали, что Я не перед вами, Я не завишу от вас, Я не завишу от большой толпы или она будет маленькая. Моя полная зависимость от Бога, а это значит, я Ему послушен. Я служу Ему. И дальше Он говорит о том, что, о том, что говорит, кто будет следовать за Мною, и тот, который последует, тот, который будет послушен Мне, тот, который будет там, где Я буду находиться, это значит, Он этим самым подчеркнул, подчеркнул, что человек, который не будет искать своего, а будет искать то, что угодно Мне, потому что Он говорит, там, где Я и слуга Мой будет, это значит, этот слуга, он полностью зависит от Бога, не от своих желаний, не от своих хотений, не от своих стремлений, но Он этим самым подвел и говорит, что, где Я, там и слуга Мой будет, слуга понимает, что Он должен всегда быть со своим господином, не просто господин, сегодня к Господу обращаются не к тому, чтобы быть зависим от Него, а чтобы Господь восполнял их все просьбы, нужды, Господь, мне надо вот это, мне нужно, у меня это проблема, помоги мне, сделай это, я слышал, как некоторые люди говорят, мы разочаровались в Боге, потому что просили Его, и Он нам не помог, и я не хочу такому Богу больше служить, вы знаете, есть такие люди, но здесь Он говорит о положении слуги, что слуга будет следовать за своим господином, не господину говорить, у меня есть проблемы, но следовать за господином, вы знаете, высшее назначение христианства, это исполнить волю пославшего, это небесного Отца, это то, что Он определил, в этом прославляется Бог, не наше имя возвеличивается, но Бог, и здесь говорится о плоде, Он говорит, много плода будет только в том случае, если зерно умрет, но если не умрет, останется одно, когда умрет, принесет много плода, я слышал, как один человек, он рассказывал о том, что в магазине он купил виноград здесь, в Америке, и говорит, когда ехал в машине, мне сильно захотелось этих ягод виноградных, я, говорит, стал их, когда употреблять, то обнаружил, что они такие сладкие, очень вкусные, сочные, хороший на вкус, и запах очень ароматный, но там не было косточек, и он говорит, я пришел домой, и были, на вазе апельсины стояли, я, говорит, взял апельсин и стал, разрезал его, выдавил с него сок, и обнаружил, что в этих апельсинах нету косточек, оказывается, сегодня выводят определенные сорта, которые прекрасные на вкус, все имеют, но не имеют семени, вы знаете, семя, это гарантия продолжение рода, если нету семени, в Писании написано, что не оставил семени, это значит, все закончилось, если растение потеряло семя, оно не может дальше продолжить свое существование, на этом все заканчивается, конечно, это все выводят определенными, но сегодня есть разные средства, как это делают, что сегодня плоды, они без семян, но в природе так нету, в природе все оно размножается благодаря семени, если есть семя, будет размножение, если нету семени, все остановилось, Бог так определил, Он создал этот закон размножения, Иисус говорил именно о том, что зерно пшеничное, когда умрет, у нее есть шанс тогда принести много плода, то есть продолжение идет только в увеличенной форме, Иисус говорил о себе, что Он пришел, и Его слава будет связана с тем, что Он умрет с одной целью, чтобы потом увидеть потомство долговечное, 53 глава Исаии, мы читаем об этом, казалось, кто Он? Вы знаете, Он не пришел, чтобы сразу продемонстрировать свой приход с неба, он был, такой скромный его приход, такой незаметный был, 53 глава Исаия начинается с того, кому открылась мышца Господня, и кто мог услышать о нем, он говорит, как говорит, отпрыск из сухой земли, как росток, который поднялся, и не было в нем ни вида, ни величия, и ничто не было в нем, что могло привлечь нас к нему, вот это вот, и вдруг это становится таким великим, не в глазах людей, но в глазах Божьих, и это то, что в конце 53 главе говорится, что Он узрит потомство долговечное, на подвиг души своей будет смотреть с довольством, Он узрит это потомство, вы знаете, когда Иисус говорил о семени, Он не сказал только в отношении себя, мы читаем, где Он говорит о том, что кто хочет следовать за Мною, то есть много желающих было просто быть под авторитетом Иисуса, быть прославленным за счет Его славы, быть известным за счет того, что Иисус стал известным, сегодня много таких служений, которые используют определенные дары или определенные вещи, чтобы свое имя превознести, вы знаете, зерно, которое не умирает, оно будет прославлять себя, но зерно, которое умирает, оно отказывается от этого, поэтому Иисус говорит, если ты хочешь быть настоящим учеником Моим, ты должен делать то, что Я сделал, а это значит, как Я умер для того, чтобы принести много плода, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною, в этом есть сила христианства, когда мы не ищем своего, Иисус подметил очень такую интересную деталь, когда Он обратился к фарисеям, и Он сказал о том, что вы лицемеры, и сказал, указал им на то, что когда вы делаете добро, вы, всем это рассказывайте, когда вы даете десятину или делаете добро, вы делаете это известными перед другими, даже когда вы поститесь, вы объявляете о своем посте, и вы это делаете, становясь на углах улиц, вы публично молитесь, и провозглашаете, что какие вы духовные люди, но все это просто бумажка поверхностная, красивая, но внутри вы другие, и он говорит о том, что уже эти люди получают награду себе здесь, потому что они делают это перед людьми, к другой категории он обратился и сказал, войдите благословенные, потому что когда я был болен, вы посетили меня, когда был в темнице, вы посетили меня, я был голоден, вы накормили меня, был нах, вы одели меня, они говорят, когда это, Господи, когда мы это могли сделать, когда мы могли это тебе, когда мы тебя могли посетить в больнице, накормили тебя, когда, эти люди просто делали, это было естественным образом жизни, они это не делали для того, чтобы быть известными, или чтобы кто-то за них заговорил, какие они добродетели, они просто делали, потому, что это было их естественным образом жизни делать добро, и они делали это как для Господа, все, что мы делаем словом и молитвой, мы должны делать во имя Господа Иисуса Христа, не ради какой-то динаминации, не потому, что кто-то попросил, не потому, что это так сегодня модно, а потому, что это естественно, Иисус им сказал, что когда вы сделали это малым, вы сделали мне, оказывается, так все просто, кто-то ищет своей славы, кто-то даже может использовать эти мероприятия, когда множество людей окружило Иисуса, и быть там, и за счет этого также себе славу приобретать, но когда попросили Елены увидеть его, Иисус сказал, час наступил прославиться сыну, в чем это? В том, что он говорит, зерно, которое умрет, принесет много плода, и дальше он стал говорить о слуге, он говорит о том, что слуга, который идет за своим господином, он его не оставляет, он идет, потому, что ему важно исполнить волю своего господина. Невозможно, живя по плоти, жить для Бога. Невозможно, находясь, исполняя вожделение своей плоти, служить Богу. Поэтому зерно, которое внутри имеет эту жизнь, снаружи, вроде бы ничего особенного, но внутри жизни, и это тайна, которую нам не понять, как эта жизнь там находится, но эта жизнь открывается только благодаря, когда это зерно умирает, и что-то свежее, новое, сильное поднимается, и их много. И Иисус сказал в 15-й главе Евангелия Теана, тем прославится Отец Небесный, если вы принесете много плода. Въезд в Иерусалим Иисуса в Иерусалим, он был окружен множествами людьми, которые восклицали и говорили «Асана, благословен грядущий во имя Господня». Они все это делали, но его было назначение и цель это не то, чтобы встретила его толпа людей, которые будут его восхвалять. Его въезд был в Иерусалим отдать себя за грехи многих, чтобы потом увидеть потомство святых, непорочных, праведных, которые будут искуплены его кровью, омыты и очищены. Это долговечное наследие, могущественное наследие, наследие христиан, которые из века в век не увядают, а становятся сильнее, мощнее, имеют больше откровения, познания и следования за Иисусом Христом. Я верю в это христианство, когда сегодня говорят, где настоящие христиане? Христиане это там, это они находятся там, где их Господин. Мы не можем определять людей, Бог только знает, но если человек там, где Господин его, если этим Господином является Иисус. Потому что по-любому какой-то есть Господин, какому-то Господину мы служим. Кто-то скажет, да, я независим, я сам по себе. Такого не может быть, потому что до покаяния, до рождения свыше, Слово Божие говорит, что мы жили по воле князя Господствующего в воздухе. Это так кажется людям, что они сами по себе, но они живут по воле князя. Он их Господин. Но когда открывается Иисус нам, и мы принимаем Его, Он не заставляет нас следовать за Ним. Он говорит нам, что если ты хочешь быть там, где я, отвергни себя, возьми крест, позволь умереть всей твоей веткой природе, которая не способна угодить мне и позволь новой жизни, которую я вложил в тебя, открыться, чтобы там, где я и слуга мой будет. Давайте мы поднимемся сейчас. Я хочу, чтобы мы действительно увидели, что Его приход в Иерусалим, который отмечен всеми евангелистами, был такой торжественный, но в этом торжестве Иисус почему-то плакал. Он видел отступничество, он видел, что Его не примут, он видел, что от Него отвернутся, он видел, что над Ним будут смеяться, но он пришел с одной целью, потому что на протяжении всех веков он знал, что будет народ, который все-таки поверит, который встанет на позицию, где скажет Господь, я не хочу жить для своих вожделений, я знаю это особенное время, и в это время я хочу следовать за Тобою, поэтому я отвергаю себя, свои планы, свои цели, с одной целью, чтобы исполнить волю Твою. Иисус сказал здесь, кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец Мой. Почитание самого Бога тем людям, которые следуют за Иисусом. Знаете, жизнь это движение, все, что говорил Иисус о жизни, оно связано с движением. Он сказал, что слова, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Вы знаете, там, где дух, это движение, и там, где дух, это жизнь. В самом начале, когда Бог сотворил небо и землю, и написано, дух Божий носился над водою, и тьма, которая все покрывала, и сказал Бог, да будет свет, но было движение духа, и слово имело силу, это не была буква, это то, что приносило жизни. И так был сотворен весь мир, движение. Иезекииль он видел, из-под крыла храма вытекает поток и течет на восток. Сказано об этом потоке, что он нес жизни. Вода была живой там, там было движение. Это не было стоячая вода, это было движение, оно двигалось. И куда впадал этот поток, вдруг рыба становилась здоровой, все, что было мертвым, оно начинало оживать. Движение – это жизнь. от этого потока не знаем причин, но вода останавливалась и написано о том, что были лужи и вдруг там, где когда-то было движение и было жизни, произошла остановка. Остановилась и вдруг вода стала нездоровой, стали бактерии. Павел говорит Галатам, вы хорошо начали, вы двигались, вы пошли в духе, но кто-то остановил вас и пришла смерть. Поэтому сказано, что буква убивает. Ты скажешь, это же то же самое слово. Да, если оно не движется, это уже буква, где начинаются бактерии. Но там, движение, там будет всегда жизнь, а дух, он животворит. Он говорит, слова, которые говорю я вам, суть духа и жизнь. Вот почему, когда дух святой касается, и мы что-то принимаем, это не просто, чтобы у нас это остановилось, позвольте двигаться. Если Бог начал процесс восстановления, не останови это, будь ответственной за это движение, чтобы исцеление, оно было полным в твоей жизни, восстановление было полным. Не просто что-то Господь начал и он остановился, нет, движение началось, позволь, чтобы это движение продолжалось до полной победы и не остановись. Потому что у Бога нету, чтобы мы дошли, и потом Он говорит, все, это предел. Не меру Он дает Духа, с чего-то начинается, и потом это возрастает, из веры в веру, от силы в силу, от славы в Его славу, и мы преображаемся в Его образ, и становимся похожи на Иисуса. Когда-то в твоей жизни ты что-то принял, и может быть это было таким небольшим, но оно начало двигаться, и оно зажгло тебя, и ты встал на эту позицию, но прошло время, и как будто нету этого движения, и как будто все встало, и тебе кажется, то, что двигалось теперь таким, может быть, отчего ты терпишь ущерб сегодня, потому что вода, которая в движении несет жизнь, вода, которая остановилась, там уже бактерии. всякий раз, когда мы умираем для себя, мы открываем возможность к жизни, всякий раз, когда мы отрекаемся от себя, когда мы соединяемся с подобием его смерти, с его погребением, с его воскресением, тогда эту жизнь, которая Богом дана нам, никто не остановит, оно имеет силу, это жизнь Иисуса, поэтому Он сказал, что Он будет прославлен, когда будет вознесен и привлекет к себе, и теперь всякий, кто поверит в Него, Он соединится с Ним в Его смерти, в Его погребении и в Его воскресении. Вот почему Его въезд в Иерусалим был таким важным, потому что Он отдал себя за грех всего мира, для того, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Давайте мы проснем руки и начнем благодарить Его, что однажды Он коснулся нас, Он не прошел мимо, Он прикоснулся Своей любовью, явил милость Свою, Его кровь очистила и омыла нас, и сегодня мы по праву называемся Его детьми. Аллилуйя! О, слава Тебе, Иисус наш! О, слава Тебе, Господь! За жизнь Твою мы благодарны Тебе! Благодарим мы Тебя, О, благодарны мы Тебе, Иисус наш! О, благодарны мы Тебе! За этот момент, когда Ты пришел в этот Иерусалим, когда Ты въехал на этом молодом осле, когда Ты был предан за наши грехи, наши беззакония, мы думали, что Ты был наказуем Богом, но Ты изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши и поругание мира было на Тебе и ранами Твоими мы исцелились, мы благодарны Тебе за то, что Ты это совершил, за то, что Ты не сошел с этой дистанции. Твое имя прославлено, потому что Ты умер за нас, Ты был погребен и Ты воскрес и вся слава только Тебе. Мы воздаем Тебе славу. Сегодня Ты привлек нас, чтобы мы были Твоими последователями, чтобы мы были Твоими учениками. Ты сказал, что там, где Ты и слуга будет, мы сегодня хотим в большей мере знать Твою волю, познать Тебя, познать все, все, что Ты определил, что мы должны исполнить для Тебя, для Твоего Царства, чтобы мы жили для Тебя. Наша была жизнь только для Тебя. Дорогая Церковь, мы будем сейчас возвеличивать нашего Иисуса, но что я хотел бы сказать к некоторым людям, которые пришли сюда. Возможно, вам это нужно сегодня услышать. Дух Святой побуждает мне это сказать сейчас. В первую очередь я хочу, чтобы мы понимали то, что Бог определил в эти дни, в дни, в которые мы живем. есть есть разные сезоны, но один из сезонов, который однажды начался, и он не заканчивается на основании Священного Писания, это юбилейный год. Он начался две тысячи лет назад, и он продолжается. юбилейный год, это год объявлен год спасения. Это юбилейный год, где измученные выходят на свободу, темницы открываются, слепые начинают видеть, хромые начинают ходить, а люди с поврежденным сердцем, разбитые сердца, они исцеляются, сокрушенные сердца. Нищие слышат благовестие. Это лето, не осень и не зима, но лето Господня. Две тысячи лет, это лето продолжается, а это значит сегодня Бог в той же силе. Его благодать в действии, благодать чтобы спасать, чтобы мы изменялись и преображались в образы Иисуса. Благодать Его не потеряла силу сегодня, потому что лето Господня. Юбилейный рог провозгласил на Голговской горе, когда Иисус висел на древе и тяжесть греха всего мира лежала на нем. Он сказал, совершилась и открылась новая страница для человечества на этой земле. Новая эра, эра, когда Бог становится таким близким к человеку посредством этой жертвы Его Сына Иисуса Христа. Почему я это говорю? Потому что я сам жду определенных моментов Божьего излияния, Его силы. Я верю, что во времени оно покроет землю, Его слава придет. Но что я хотел бы отметить, две тысячи лет назад это излилось, это дано, Дух Святой сошел. Что-то большего не сказано будет. Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, это все, что вам нужно. Это не говорится, что теперь Дух Святой усилит свою мощь. Нет, Он в той же силе, потому что Он полнота. Что нужно, это то, что мы приняли. Не позволить этому увять, завянуть, но дать ход жизни. Всякий раз, когда мы это делаем, мы начинаем видеть, как с малого становится большее и большее. Было малое, становится великое. Было зерно горчичное, стало великим деревом Царства Божьего. Вы знаете, с этого момента, да, во времени я ожидаю, но с этого момента, как я получил это откровение, я знаю, что это есть сегодня, потому что мы живем не в какой-то период зимы, а лето. Иисус назвал это лето Господне благоприятное. 4 глава, 19 стих от Луки мы читаем. Лето. Поэтому это может происходить в любой момент. не подождем какой следующий год, давайте пророчествовать какой будет следующий год. Уже есть пророчества на все эти года. Лето пришло, а значит, темницы должны быть открыты, а значит, слепые глаза будут видеть, а значит, хромые будут скакать, глухие начнут слышать. люди, которые измучились в темницах и они вопиют, они будут выходить на свободу. Когда это будет? Уже это идет две тысячи лет и это не закончилось. Лето продолжается. Аллилуйя! Лето Господне продолжается, возлюбленные. Я бы хотел, чтобы мы поблагодарили за то, что уже есть и мы имеем в Боге, чтобы мы позволили этому открываться в нашей жизни. Иисус все сделал. Он умер для этого, чтобы было много плода. Аллилуйя! Вся слава и честь тебе, Иисус! Я благодарю тебя за этих прекрасных людей, которые, возможно, проходят через трудности, различные атаки, проходят через определенную борьбу и остаются верными тебе. Я их благословляю. То, что ты определил, 2000 лет назад, на этот сезон своего лета, в котором мы находимся, чтобы это имело силу в наше время открыться во всей полноте, во всей силе твоей. Аллилуйя! Я благословляю людей, которые однажды приняли тебя и засвидетельствовали, что ты их Господь, чтобы никогда они не усомнились, чтобы дары твои начали иметь активность, они были в действии в наше время. Я благословляю каждого человека, чтобы ни один человек не был пропущен, но чтобы каждый вошел в силу призвания своего, исполнил свое предназначение, исполнил волю твою, прославилось имя твое, через каждого, кто на этом месте. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, мы благодарны тебе, Господь наш. Аллилуйя.